Сейчас классную байку расскажу. О том, как важно говорить «нет». Вот тут феминистки совершенно правы, потому что зачастую сказать «нет» — это все, что требуется для того, чтобы избежать какой-то неприятной ситуации. И в Архангельске был потрясающий момент, когда я читаю лекцию, мне ее пришлось читать в танцевальной школе, потому что это единственный зал, который не сорвался. Я где-то дочитал, прочитал 50 минут лекции, и тут вырубился свет просто, да, и ворвался какой-то, значит, товарищ в камуфляже, начал орать «расходимся, расходимся, пожарная тревога, здесь типа пожар». И люди люди, они что-то потянулись за одеждой и начали, я чувствую, собираются выходить, да. Я в этот момент взял просто инициативу в свои руки, как важно говорить «нет». Я говорю «вы что, куда вы собрались?» Лекция не закончена. Остаемся здесь. Я буду продолжать без микрофона. И я продолжил читать лекцию, и люди остановились, они перестали идти к выходу, они развернулись, достали телефон и подсветили меня фонариками с телефонов, и эти не хочется ругаться в эфире, да, вот эти вот товарищи в камуфляже, они вокруг начали ходить абсолютно бессильные, потому что преимущество, численное преимущество было на нашей стороне, начали продолжать накручивать круги, говорить «уходите, уходите, пожар!» и все над ними начали хохотать, кричать «позор!» Я спокойно дочитал лекцию, мероприятие не дал сорвать, и я уверен, что в том числе благодаря тому, что я себе ставил непрерывно целью ни в коем случае не поддаться давлению, ни в коем случае не дать сорвать мое мероприятие, удалось провести тур, потому что Архангельск, потом была Тула, там было просто жесть полная, там реально было очень сложно что-то сделать, лекции, прошу прощения, площадка анонсировалась за 40 минут до самой лекции, та, на которой в итоге лекция прошла, но благодаря тому, что я не сдавался, все получилось. Очень важно говорить «нет». Если вы говорите, если вы умеете говорить «нет», то с вами не произойдут большая часть страшных сценариев, которые происходят с людьми. Феминисты такой тезис говорят, я с этим тезисом полностью согласен. Вот в Архангельске я-то прям почувствовал, что людям было достаточно сказать «нет, мы не расходимся», и люди не разошлись. Продолжение следует...